Транспортировка тел Твою же мать, капелла! Эй! Разметка на дороге стерлась, не видно нифига! Который час? Не отвлекай, я же за рулем. Два сорок. Поехали в морг. Погоди, чувак. Я помираю с голоду. Сначала перекусим. Он всю машину кровью залил. Давай, езжай в морг! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С нам здорово! У вас тут Трубаков моет! Хе-хе-хе! Так. Этот свое уже отбегал. Он готов. Доктор может его даже не вскрывать. Порезали пацана знатно. Футбольный хулиган. Как таракана приклопнули. Все, господа, предлагаю по домам. Станёв, ты это, вымы его как следует. Давай, моли домой, капелла. Хахали твоей жены не платят сверхурочных. Пока. Бывай. Гиии. Бывай. Гиии. Значит, подрался из-за футбола, да? Ну, ты молодец. А о семье ты подумал? это чего больница что ли это конец пути ты по другую сторону соболезную что это еще за другая сторона мне в бар надо вернуться а то этот козел пьяный до меня докопался надо ему хайлон очистить ты уже никуда не пойдешь все кончено значит вот и все мужик у меня же семья звякни им ладно не хочу чтобы меня закопали как бомжа господи боже мой тише 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 скажи как тебя зовут доброе утро пожалуйста позовите госпожу эдма госпожа эдма я звоню на счет вашего мужа господина вальдесира меня зовут стеню я работаю в городском морге заклинаю тебя именем господа нашего иисуса христа повелеваю злу исчезнуть приказываю болезни уйти и зыди ревматизм эльда забери у меня поднос эльда прошу плесни мне еще пожалуйста пьешь плати ты сегодня разучился читать жаймы у меня зарплата по четвергам я же отдам я пытаюсь привлечь клиентуру другого сорта но тебе только тебе я сделаю исключение прошу не надо меня унижать жайма мы открываемся в пять не забыла и я добиралась из больницы на трех автобусах привет или привет конечно всякое бывает но ты каждый раз опаздываешь мог бы хоть раз туда съездить я же отпустил нору ты мне нужно зачем ездить каждый день не могу же я бросить ее одну она тебя даже не узнает лара вот вы слышите поступь нечистого слышите его голос адская нечисть темная сущность и зыди именем христа дьявол пусть мир а 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 привет привет а а а Где маленькая ручка на папиной голове? Где все? В комнате. У Эдсона неприятности. И теперь... С тенью, а ну быстро встал. Сколько раз тебе говорить, не ложись на диван в рабочей одежде, обивка провоняет. Знаешь, что это такое? Моток лески, острый, как нож. А знаешь, что она твоего сына? Ребятам продает, чтобы те чужих бумажных змеев подрезали. Нас чуть в полицейский участок не забрали. А ну стой. Ты же наказан. Сейчас же марш в комнату, быстро. Стерва. Повтори, что ты сказал. Видишь, что из них выросло? Это тоже грубит. Вот как они со мной разговаривают. Сделай что-нибудь. Поговори с ним. Поговорю. Только потом. Дай мне минуточку. Я приму душ, переоденусь. Устал. Ушел, а запах-то остался. Все твоими покойниками провоняло. И здесь. Дай ей понюхаю. Иди руки мыть. Ну, мам. Пошла и умылась. Понюхай. Самой не понравится. На моем лице улыбка сияет. Каждый раз, когда ты ко мне приходишь. Ты так опоздаешь. Я вчера задержался. Прошу тебя, отстань. У меня сейчас нет настроения. Прошу тебя, отстань. Я пошел с тыню. Зашей бедолагу, обмой и положи в морозилку. И давай отдыхай, понял? Ладно. До завтра, доктор. Это легавые тебя так отделали? Да расслабься. Я не из полиции. Откуда ты? Из пригорода. Спецназовцы меня завалили. А зовут тебя как? Суджо. Суджо? На Жилвана работал? Какой нафиг, Жилван? Я брат Джонаса. А тебе-то что? Расслабься, друг. Я бандитов много повидал. Отсидел? Откуда знаешь? Заметил татуировку. СДП-13. Ты слишком много знаешь. Кто тебя разболтал? Чака, Тоша, Матеус. Эти пацаны в перестрелке с легавыми прыгли. А меня заложили, суки. На тебя кто-то донес? Дэнчин. Гнида. Чувак, расскажи моим пацанам, как все было. Бога ради. Мой брат машина для убийства. Он отомстит за меня, Дэнчину. Нет уж. Если я передам им то, что ты мне рассказал, мне самому не поздоровится. Ты последний с ко мне говорю на пороге ада, понимаешь? Ты в своем уме? Прикуси язык. Я убил отца. Вместе с Джонасом. Этот урод избивал нашу маму. И мы его грохнули. Три ножевых в грудь. И сбросили с моста эту сволочь. Это только Богу известно. Но Бог не прощает тех, кто убил родных. Три ножевых в грудь. Вот так. Заходите. В стене крюк. Аккуратнее, не поцарапайте диван. Дверь с той стороны. Проходите. Эй, постойте! Что за чёрт? Секундочку. Кто его купил? Эй, мужик, давай поставь диван на землю. Нет, нет, заносите. Кто его купил, Адет? Я купила. От тебя не дождёшься. Я пашу как лошадь, чтобы оплатить жильё, а ты диваны покупаешь? Я, между прочим, тоже работаю. Где это ты работаешь? Соседке с конфетами помогаю. Интересно, и во сколько конфет обошёлся этот диван? Занесите диван в дом, пожалуйста. Подождите. Я купила его в рассрочку. В рассрочку? А платить всё равно мне! Тебе? Да за что ты платишь, Тинё? Я сытая темпак горло! Ты просто меня уже достал! Мы живём в нищете, ты меня оскорбляешь! Да ещё этот запах из-за тебя во всём доме воняет дохлятиной. Ты отвратителен. Ты мне противен. Меня от тебя тошнит. Давайте, заносите диван. Проверь кабельницу и поставьте котель. Осторожно, подключай монитор. Лара? Что с ней случилось? У неё был сердечный приступ. Мы переводим её в реанимацию. Давай буди. Что за шутки кретинские? Заняться нечем? Ты-то куда капелла? Забыл принять свои пилюльки? Или опять кок в сортире нюхал? Что ты сказал? Зали от меня! Тихо, 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 спокойно. Совсем сдал? Мы же просто прикалывались. Ты что, шуток не понимаешь? Дурацкие у вас шутки. Да ладно тебе. Ну и рожа у тебя была, когда ты мой член увидел, Стэнио. Ой, умора. Мы что, знакомы? Привет из Вилла Густаво, брателло! Чёрт! Почему в мою смену? Эй, значит, ты теперь со шмурами разговариваешь. О, как! Да ты не ссы! Что натворил? Как обычно, воровал сердца. У чужих жён, семьи разрушал. Вот поэтому бабники, как ты, окочуриваются раньше срока. Маму твою жалко. Эй, слышь, крутой, давай полегче! Крутой? Сам такой. Крутые как раз здесь и лежат, порезанные. Чё? А мне потом вас зашивать приходится. Да? А знаешь почему? Ты неудачник. Я жизнью наслаждался, как заповедовал Господь. А пока ты тут жмуров мой, жена тебе изменяет, как подорванная. Что ты сказал? Привет, Стеню. Всё готово? Осталось только стол вымыть. Давай быстрее. Выпью кофе и вернусь. Повтори, Карло, что ты нёс про мою жену. Не на того наезжаешь, органосец. Разбери случай с тем, кто бабу твою увёл. Ведь перед Жаймой так хрохориться не будешь. Какой Жаймой? Бокалейщик? Угу. Он самый чувак. Ты в бабах вообще не сечёшь. Не заметил, что у жены новое шматьё? Кто, по-твоему, их покупает? Заткнись! Стеню! Стеню! Вернись, Стеню! А на месте мы обнаружили тело трёх парней. Кровь и кишки повсюду. А родители? А родители бомжуют. Сейчас. С тебя десятка. Я сегодня на миле. Заплачу завтра. Нет, так не пойдёт. Ты и так мне должен. Ты это серьёзно, Жайма? Тут у меня не столовка бесплатная, Стеню. Всё нормально, Жайма? Да. Есть что-нибудь при себе? Часы, мобильный? С благотворительностью покончено. Больше никаких поблажек. О, пошла купить хлеба мужу на завтрак. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха! Семья всегда меня поддерживала. Ради неё я привык продумывать каждое своё действие. Анализировать обстоятельства, разбираться в сути ситуации, делать всё, чтобы её улучшить. Семья для меня всё. Они меня любят и ценят. А что вы скажете? Я смотрю передачу. Не переключай, иди смотри телевизор в спальне. Эй, ну ты что? Не сиди на полу. Я буду смотреть новости. Это мой дом. Ладно. Смотри, это твой дом. Класс. Сиди, смотри свои новости. А я пойду в спальню и забуду о твоём существовании. Приготовил бы завтрак и отвёл детей в школу. Раз уж это твой дом. Огромная толпа собралась на финальный матч. Но тут появились вооружённые люди и открыли огонь. Оказалось, перестрелку устроили две банды, враждующие из-за наркотрафика в этом районе. Во главе одной из них стоит Джилван Барейру. Главарь другой – Жонас Краво. Причиной перестрелки стала месть за убийство брата Жонаса, Мануэля Краво, по кличке Суджо. Это Суджо. Он отвечал за торговлю наркотиками в районе Дивинея. Полиция патрулирует район, чтобы предотвратить продолжение конфликта. Эй, брат, я пришёл к Жонасу. Не знаю никакого Жонаса. Я в курсе, кто сдал Суджо легавым. Вот, пожалуйста. Я ругаюсь, тебе не нравится. Пытаюсь обнять, тебе не нравится. Тебе ничего не нравится? На звонки не отвечаешь? Значит, шесть булочек? Не проверял телефон. А, за весь день так и не проверил? Давай не здесь. Ты стал странно себя вести. Ничего не трогай! Потом поговорим. Когда? Привет, отца. Привет, Лара. Сегодня? На углу в восемь вечера. Не опаздывай. Ладно, теперь иди. Я училась в твоей школе. Всё, идём. Нет, что за мерзость. Не бери ничего сладкого. Идём, идём. Что? На что уставилась? Вот где я хочу жить. В доме номер восемьдесят. Вот он патрон. Суд же давно знаешь? Вместе сидели в СДП. Я с Тэнё. Патрон. Он о тебе не говорил? Нет. А он мне про тебя рассказывал. Он говорил мне, что Жонас самый безбашенный парень в нашем городе. Дэн Чэн, принеси нам пиво и забей гостю хороший косячок. Надо поговорить. Выкладывай, что знаешь. Кто моего брата легавым сдал? Мой приятель работает в морге. С копами тусуется. Он говорит, что когда тело Суд же доставили в морг, один легавый раскололся про стукача. Не тяни. Один парень из вилла Густаво. Вилла Густаво? Да, они Суд же что-то не поделили. Зовут Джайма. У него забегаловка на углу улицы. Ты в этом уверен? На сто процентов. Я, конечно, бандит, но ведь не психопат. Если обманешь меня, тебе кранты. При всем уважении. Я знаю то, что вы с братом сделали, чтобы защитить свою мать. Это поступок настоящего мужчины. Это знали только мы, Суд же. Суд же был мне как брат. Этот стукач-лавочник заслуживает смерти, как и ваш отец. Три удара ножом в грудь и в реку с моста. Сделаем, как ты сказал, брат. Проводите его. Детка. Вот так. Что такое? Что не так? Ничего, но смотреть на имена твоих детей мне неприятно. А то, что ты привела их ко мне, это удар ниже пояса. Два, три. Покойся с миром, Карло. Поговори со мной, Карло. Тебе хана, Стэннио. Кто тебя за язык тянул? Нельзя разбалдывать тайны мертвых, Стэннио. Теперь на тебе метко. Метко. Что? Нет, нет, ничего. Помоги закрыть крышку. Эй, босс. Крыса здесь. Поезжай за ним. Патрон. Но с ним женщина. За ним. Тебе что-нибудь нужно? Да. Да, нужно. Мне нужен покой. Две няни, каждому ребенку своя. Адет. Нам лучше расстаться. Думаю, Стэннио все про нас знает. О чем ты говоришь? Он пришел ко мне в лавку, устроил сцену, требовал выпивку в кредит. Он так на меня смотрел, он точно все знает о нас. Нет. Нет, Джайма, зачем ты так со мной? Моя жизнь не так ужасна. Я не могу, Адет. Сделай одолжение. Верни ему телефон, который он мне оставил. Да чтобы он сдул. Ну, хватит, Адет. Я уйду от него, и мы будем вместе. Кто это? Да успокойся же. Тихо, тихо. Выходи, сука. Выхожу, тише. Не надо. На колени. Боже. Стой так. Бога ради, опустите оружие. Знаешь, почему умрешь? Ты ведь Джайма, так? Прошу вас, опустите пистолет. Молчать. Закрой рот. Я брат Суджо, ублюдок. Кого? Ты отлично знаешь, кого крыса поганая. Моего брата из-за тебя завалили. И ты отправишься вслед за ним. Не с тем и связался. Прошу, я не знаю вашего брата. Уберите пистолет, ради бога. Пушку убрать? Ладно. Я ее и не собирался отпускать. Вот как умер мой брат. На коленях перед легавыми, которым ты жопу лижешь. Я не знаю вашего брата. Можете взять машину. Не нужна мне твоя тачка. Знаешь, чем я хочу? Напалить улицу твоей кровью. Молчать. 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 О, господи. Ты же убийца. Ничтожество. Иди домой, женщина. Забудь наши лица и можешь валить. Полиция! Они приехали за вами! Вас посадят! Вас арестуют! Джонас, кончай с ней! Легавые на подходе! Захлопни пасть! Джонас, да, правильно? Тебя зовут Джонас? Теперь тебя поймают! Уходи! Всех вас посадят! Не страшно! Поехали, патрон! Поехали! 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 Стэньо! Господи, Стэньо! Это ужасная трагедия! Адет! Стэньо! Адет! Адет! С дороги! Отойдите! Дайте пройти! Адет! Пустите! Адет! Пустите! Адет! 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 Тихо! Не ходи сюда! Папа! Папа! Там... Мама! Мама! Тихо! Пусти меня к ней! Тихо! Мама! Там же мама! Мама! Значит, ты меня слышишь? Как? Всегда слышал. Я всегда разговаривал с мертвецами. С тобой, с Карла, когда он здесь был. Я слышу мертвых. Не знаю, почему. Дети обо мне знают? Послушай, Стэння. Я собиралась рассказать тебе про Жаймы. Конечно, сказать бы сказала, да в пекло попало. Но я не умру так, как ты. Просто жалким неудачникам. Никто не знал, Стэння. Зато теперь все знают. Но я отомстил. Я отправил этого гада прямиком в ад. Но не думал, что ты уйдешь с ним. Стэння. Ты... Ты что, в этом замешан? А ты как думаешь? Какой же ты ублюдок, сукин сын. Может, теперь ты станешь меня уважать? Как ты мог? Убить мать собственных детей. Они тебя не простят. И я тебя не прощу. А я тебя прощаю. Пять камешков. На каждую букву твоего имени. Так тебя и похоронят, Адет. Моей. Что ты делаешь? Сними с меня эту дрянь. Стэння. Стэння, вернись. Стэння, вернись. Иди сюда, Стэння. 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 Добрый день. Вы отец мальчика? Как не стыдно, Эдсон. Как не стыдно. Ради этого я каждую ночь зашиваю трупы? Чтобы мой сын воровал на рынке? Возвращался домой с полицейским? Хочешь, чтобы в школе меня считали слабаком? Так ты теперь крутой? Что тут смешного? Эдсон, вернись. Я с тобой разговариваю. Эдсон! 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 Открой дверь! Открой дверь, Эдсон! Привет, Губи. Здравствуйте, Лил. Настоящий кошмар, да? Просто жесть, мужик. Сам посмотри. Эй, Стэння, захвати нам маски, пожалуйста. И где тела, Сельвео? Там. Вызвали все эти ночи. Посмотри мне маски, не obstinate. Посмотри, нам, пожалуйста. Судя по виду, давно тут лежат. черт ну что за дело стояние нелегко нам придется и и и и и и и Пап? Ничего, спи. Это точно не папа? Идём, идём, идём. Не кричи! Успокойся! Очень странно. Посвети вот сюда. Сам посмотри. Это ненормально, видишь? Похоже на след от зубов. Тела пролежали в лесу несколько дней. Не торопись с выводами. Если это след от укуса, почему он только изнутри? На коже ни единой царапины. Снаружи ничего нет. Твоя сука убила нас обоих. Но не хватает третьего. Ты должен был умереть первым. Подай расширитель, станё. Из-за тебя мы замочили невиновных. Но эта бешеная стерва придёт из-за тобой. А это что такое? Этсон Сиса. Этсон! Этсон! Зачем пришла? Твои дети… Где они? Спокойно. Они со мной. Всё хорошо. Говорят, в доме кто-то был. Ты оставил их одних на ночь? Пойдём за ними. Я могу тебе помочь? Нет, спасибо. Всё хорошо. Всё будет хорошо. Доктор, тут повсюду трупы. В холле, в кухне, даже в туалете. Да, но… Ну ладно, будь что будет. Эй-эй, придётся складывать трупы на пол. Нам ещё везут. Издеваешься? Нет, был ещё один оползень. Давай поставим каталку туда. Толкай. Давай, давай, капелла, толкай. Как нам пройти? Как хочешь. Не знаю. Стэнё, ты здесь ещё не закончил. Ты долго? Подожди секунду. Дай выдохнуть. Я ещё не успел. Вот так. Этих можно собирать. А этих сложите туда. Стэнё, бросай свои дела и помоги мне. Я пока не могу, доктор, не могу. Что ты не можешь? Надо всё поскорее убрать. Что? Послушай, места больше нет. Ну, не знаю. Не знаю. Привет. Я жду, Господи. Надо что-то придумать. Я же сказал, что понятия не имеют! Стэнё! Эй, Стэнё! Ты что, огонь? Помоги мне! Стэнё! Стэнё! Тэнё! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА